В Химках мы расселяем обманутых дольщиков. Дмитрий Владимирович, я увидел в топ-5 проблем, Мария Николаевна мне передавала, что там жители беспокоятся по поводу лесного массива. Он тоже небольшой. Сколько гектаров? Добрый день, уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые коллеги. Действительно, речь идет о доме, который мы планируем строить на этой территории для обманутых дольщиков. Но стоит отметить, что в решении Городостроительного совета Подмосковья прописано, что мы не вырубаем деревья. Мы об этом говорили много раз нашим активистам. Мы не трогаем деревья. То есть дома, деревья не затрагивают. Речь об Алешкинском лесе. Ситуацию знаем. В воскресенье действительно выходили жители. Было 4 человека. Собрали 16 подписей, Андрей Юрьевич. Я персонально слежу за этой тематикой. А что мы можем сделать? Дмитрий Владимирович, что мы можем для жителей сделать? Сколько там этого леса? Алешкинского? Андрей Юрьевич, что мы можем сделать? Благоустроить этот лес. Такие команды застроить поданы. Там 3,5 гектара всего территории. Дмитрий Владимирович, в добрый путь. В добрый путь. Хорошо. Значит, Хайкин слышит нас, поможет. Соответственно, застройщику тоже передавайте наши пожелания. Это прекрасно, когда Алешкинский лес, можно будет зайти, погулять, выйти без каких-либо проблем. Тем более у вас в густонаселенном городе. Если нужна моя помощь, пожалуйста, обращайтесь. Если нужна моя помощь, пожалуйста, обращайтесь. Тогда, Андрей Алексеевич, по вашей теме я прошу вас отработать, и чтобы Елена Александровна, Елена Сергеевна, так понимаю, это... Редактор субтитров А.Семкин.